Всем привет! Сегодня вы увидите Samsung Galaxy S7, флагман от компании Samsung. Не путайте с S7 Edge, у того закругленные края дисплея, да и побольше размер. Сегодня, как ни странно, мы будем сравнивать его с Samsung Galaxy A5. Внешне они очень похожи, но на этом их сходство заканчивается. Это обзор S7. Прямо сейчас коротко о главном. Телефон действительно является флагманом во всех отношениях. Великолепная камера, которая быстро срабатывает, четко видит в темноте и не создает шумов на картинке. То есть, прежде всего, это не телефон, это видеокамера, это фотоаппарат, это игровой компьютер и уже потом, возможно, телефон. В коробке минимальный набор комплектации. Стоковые наушники и переходник для подключения обычной флешки. Хочется сделать очень серьезное замечание компании Samsung. Скажите, вот это что? Вот это что за говно? Это наушники. Лучше бы вы никакие наушники сюда не вкладывали, чем вот эти вот мерзкие, я не знаю, два шнурка, которые просто бесполезны и можно выбросить сразу в помойку. Вы знаете, ведь это не вакуумные наушники. Это маскировка обычных наушников под вакуумные. У телефона классический дизайн, это стекло и металл, а кнопка Home, к сожалению, физическая. Здесь мы видим основную камеру, вспышку и датчики. Телефон поддерживает две сим-карты. На левом торце располагаются кнопки громкости, которые можно настроить как цифровой зум-камеры. На нижнем торце, в районе кнопки домой, громкий и качественный динамик, микрофон, разъемы для зарядного устройства и наушников. На верхнем торце второй микрофон, а также разъем для сим-карт и флеш-памяти. Разъем открывается нажатием специального ключа, а можно и скрепкой. Можно установить либо две сим-карты, либо одну сим-карту и флешку. Это на ваш выбор. На правом торце только кнопка питания. Скругленные края корпуса это не слишком удобное решение. Особенно, когда берешь телефон со стола. Он как бы выскальзывает. Флагман поддерживает шлем виртуальной реальности Gear VR. Эффект погружения есть, но качество не очень. Огромные пиксели и слабая графика. Может поэтому его и дарят, когда покупаешь телефон. Сам шлем это просто большие очки с двумя линзами. Имеется подстройка диоптрии под ваши глаза. Сенсорный джойстик для правой руки и кнопка назад для навигации по меню. Сам телефон подключается к шлему при помощи USB разъема и закрепляется специальными зажимами. Глаза конечно не устают. Игры на первый взгляд тоже интересные. Здесь все хорошо, если бы не огромные пиксели, из которых состоит изображение. Основные характеристики указаны даже на коробке. Поддержка 4G LTE сетей, восьмиядерный процессор, технология 64 бита. Соответственно 8 ядер это по сути два процессора. Один о маленькой мощности, который приспособлен для простых задач экономии энергии. А другой более мощный для того, чтобы вы могли насладиться серьезными таки играми. Камера 12 мегапикселей, что чуть-чуть меньше, нежели в прошлой версии S6. Но зато здесь используется технология Dual Pixel. То есть каждый пиксель теперь увеличен. А это значит, что светосила стала чуть-чуть больше. Прямо сейчас мы отправляемся на улицу для того, чтобы сравнить качество камеры телефона A5 с телефоном S7. Выводы делайте сами. Ну давай наводись уже, а, A5. Ой, как мы долго. Я ему подсказал рукой только тогда. Ну автофокус, ну очнись. Ё-моё, два часа. Такие цвета, на самом деле, огромная разница, даже если приблизить траву. Давайте посмотрим поближе макросъемочкой. Так. Совершенно очевидно, что S7 отрабатывает в разы лучше. Выводы делайте сами. И по цветам, и по качеству, и по скорости отдачи фокуса. Смотрите, как классно. Даже облака сразу видны эффекты HDR. Да, это небо и земля, друзья. Вот вам ответ на вопрос. Какой телефон лучше брать? Бюджетный или флагман? Только в этом и дело. Камера, направленная на вас, имеет разрешение 5 мегапикселей. Однако, в ней также встроен автофокус, что немаловажно. Светосила точно такая же, как у основной камеры. Однако, нет оптической стабилизации. Что примечательно, у камеры для селфи есть фотовспышка, в качестве которой используется Super AMOLED дисплей. Если в настройках поставить вспышку, на секунду загорается яркий экранчик, и вас освещает, делается качественный снимок в полной темноте. На твой телефон гораздо больше идет запах. И фокус еще хороший, видишь? Смотри, насколько моя хуже. На контрасте она. Вообще, вообще. Телефон имеет защиту от влаги и пыли IP68, что на порядок лучше, чем в прежней версии. Здесь также поддерживается беспроводная зарядка. Дизайн телефона S7 штука спорная, поскольку округлые края сзади делают его весьма неудобным. Я не знаю, кому это нравится, но такое чувство, что он вот-вот выскользнет из твоей руки. Хотя, в обоих случаях дисплей Super AMOLED, здесь разрешение Quad HD, а здесь разрешение Full HD. Я прошу не путать разрешение Quad HD с 4K, потому что это небольшая разница. Например, 4K это 4 раза Full HD, в 4 раза лучше, чем Full HD. Что же касается Quad HD, это в 4 раза лучше, чем разрешение HD первого поколения, то есть HD 720p. Чувствуете разницу? То есть, по сути, здесь 2K примерно. Как человек опытный, я рекомендую вам не носить свой телефон без чехла, сохраняющего его от падения и ударов. Одно лишь падение, и стекло разлетится в брызги. На самом деле, я ронял свой телефон уже несколько раз, с ним ничего не произошло, но, скорее всего, мне просто повезло. Партнер сегодняшнего обзора магазин Action Camera, камера Moscow.ru Экшн-камеры на любой вкус и цвет снимают под водой, с велосипеда и не только. Если у вас возникает дурацкий вопрос, что же вам все-таки взять, A5 или S7, скажу честно, я взял A5, ну, просто потому, что меня задавила жаба. Он значительно дешевле. Представьте себе разницу. 24 тысячи, 50 тысяч рублей. Зато, покупая S7, вы приобретаете самое лучшее железо на сегодняшний день. Меню очень плавное, особых доработок в нем не видно. Больше всего раздражает наличие навязанных производителем программ, которые никак не удаляются, пока не сделаешь рут права. Есть все основные и уже банальные функции. Bluetooth, навигация, Wi-Fi, NFC, которые я использую, чтобы посмотреть, сколько поездок осталось на карточке метро. Меня уже перестали удивлять нововведения компании Samsung, когда в новых моделях исчезают какие-то очень важные и приятные функции, к которым пользователь привыкает. Например, в новой модели S7 нет ИК-порта для управления телевизором. Многие привыкли к этому и хотели бы видеть его в новой модели. Максимальные возможности видеокамеры это 4К с частотой 30 кадров в секунду, Full HD с частотой 60 кадров в секунду, Slow Motion с частотой 240 кадров в секунду, но это при разрешении HD 720. Оптическая стабилизация есть у основной камеры. У селфи-камеры есть тоже автофокус. Теперь давайте сравним графические процессоры S7 и A5. Для этого используем тестовую программу Antutu Benchmark. Причем стартуем одновременно. Как видно, S7 действительно работает. Графика плавная, ничего не тормозит. В то же время опять показывает слайд-шоу вместо графики. В итоге опять набирает всего лишь 42 тысячи баллов. А вот S7 131 тысячу. Показатели абсолютно несравнимые. На десерт смотрим, как S7 справляется с игрой Real Racing. На сегодня это все. С вами был Евгений Донец. Отписывайтесь в комментариях, задавайте свои вопросы. Я постараюсь ответить на них в следующих выпусках. Обязательно ставьте лайк. Это очень сильно помогает. Спасибо вам за просмотр. Пока. От создателя честного обзора. Недавно мы с ребятами летали в Египет. Катались на квадриках, плавали на яхте, снимали под водой и видели тетькастых девочек. Все это ты можешь посмотреть своими глазами прямо сейчас. Пройди по ссылке под роликом или просто посмотри фильм Египетская сила.